В Великобритании подготовка к досрочным выборам выходит на финишную прямую. Лидеры политической гонки представили свои программы. Чем британские политики собираются удивлять электорат, выясняла Оксана Кундеренко. Это действительно гонка. Времени в обрез. Готовиться некогда. За три недели до выборов ставки особенно высоки. И обе лидирующие партии решили пойти ва-банк. Наобещались три короба и выступили с непопулярными предложениями. Вот он, манифест консерваторов. Небольшая брошюра с основными пунктами предвыборной программы. Другое название – непростые решения. Нынешний премьер Тереза Мэй отважилась на радикальные меры. Хочет отобрать субсидии на отопление у зажиточных пенсионеров, лишить школьников горячих обедов и заставить компании, которые нанимают сотрудников не из ЕС, платить вдвое больше налогов. Вопрос миграции очень болезненный. Да, мы хотим снизить этот показатель, ведь неконтролируемая миграция влияет на самых бедных граждан нашей страны. Не позволяет повышать зарплаты, перегружает социальные службы. Мы бы хотели видеть в Великобритании образованных людей, умнейших и лучших. Что написано в программе? Пером не вырубит топором. Придется выполнять. Кроме ограничений, консерваторы обещают увеличить финансирование системы здравоохранения и образования. Этого хотят и конкуренты-лейбористы. Причем обещают существенно уменьшить плату за обучение в университетах. Джереми Корбин поставил на красное. В программе лейбористов отчаянные попытки наполнить бюджет за счет налогов для крупнейших банков и богатых футбольных клубов, а также национализация компаний по водоснабжению. Никаких секретов не будет. Люди хотят жить в стране, которой управляют ради блага большинства, а не привилегированных избранных. Последние семь лет Британия – страна для богачей, но это закончится. Впрочем, соцпрогнозы неутешительны для трудовиков и вполне устраивают Тори. 47% парламентских кресел прочат партии действующего премьера. Наверное, чтобы не спугнуть избирателей, не отвечать на неудобные вопросы, Тереза Мэй отказалась участвовать в теледебатах, а следом за ней и главный конкурент Джереми Корбин тоже, мол, не с кем будет дискутировать. Эфир достался мелким сошкам вроде либеральных демократов и шотландских националистов. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.